Летние каникулы, время отдыха и развлечений окончились. Наступают насыщенные, плодотворные учебы дни. Встреча с любимыми учителями, с друзьями – это всегда радостное событие, говорят юные одесситы. Я, наверное, чувствую себя сонной, но счастливой, что наконец-то буду получать новые знания. И в предвкушении, что будет нового в этом году. Для старшеклассников наступает период, когда необходимо принимать серьезные взвешенные решения, от которых во многом будет зависеть вся дальнейшая жизнь. Если останутся на детский класс, есть возможность поступить в институт, в высшее образование, больше возможностей. Но главные герои праздника, конечно, первоклассники. В школе номер один в этом году сформировано шесть первых классов. За парты впервые сядут 180 мальчишек и девчонок. Мы всегда стремимся к лучшему. Дети приходят за знаниями, а мы приходим, чтобы эти знания им передать. Поэтому это всегда праздник. Общеобразовательная школа номер один – так называемое опорное учреждение для микрорайонов Молдаванки и Бугаевки. За последние три года число учеников здесь увеличилось на 300 человек. А это, в свою очередь, свидетельствует об успешной реализации поставленной задачи – сделать школу первой не только по номеру, отметил депутат от Малиновского района Александр Ивановский. Сегодня мы планово реализуем наши обещания и нашу программу. Но хотелось бы действительно обратить внимание на то, что только теми усилиями, которые проводим мы, как городская власть, мы бы не справились с тем объемом всего необходимого, что важно и необходимо для данной школы, и не только для этой школы. Поэтому хотелось бы отдельно отметить родительский комитет, отдельно отметить преподавательский состав данной школы. Это те люди, которые привносят в данный социальный объект тепло, уют и комфорт для наших детей. Если школе уютно и комфортно, если она оборудована всем необходимым для качественного обучения детей, то и ученики ходят в такую школу с удовольствием. На наших глазах школы преображаются не только внешне, а и внутренне модернизируют школы, чтобы детям было комфортно, чтобы они могли получать современные знания. Но оснастить сегодня школу всем необходимым для учебного процесса нелегко. И это не секрет, как нелегко некоторым семьям приобрести все необходимое для занятий. Молдаванке повезло с депутатом Иваницким Александром Валерьяновичем. Потому что это тот депутат, который работает по принципу, что он для людей, а не люди для него. Все, что он делает, он делает для людей. Для него нет мелочей в работе с детьми. Что касается детей, для него все важно, потому что это будущее, потому что он правильно определяет приоритеты. Безопасные школьные и спортивные площадки, теплые и уютные классы, творческая атмосфера – все это составляющие, без которых трудно воспитывать и всесторонне развивать представителей подрастающего поколения. Есть только слова благодарности. Во-первых, это нашему директору школы Елене Павловне. Она такая хорошая, очень хорошая, твердая директор на своем месте. И еще я хочу от всех родителей нашей школы сказать слова благодарности нашему депутату Иваницкому Александру Валерьяновичу. Особое внимание в школе номер один, как и по всей Одессе, уделяют спортивному развитию школьников. Нам недавно сделали стадион, хороший. На нем очень удобно играть. Раньше был просто песок. Сейчас мы играем в баскетбол и футбол. Мне очень сегодня все понравилось. Нам сделали новый футбольный стадион, баскетбольный и волейбольный. В свободное время мы можем туда прийти и поиграть. Районы Одессы, которые принято называть окраинами, в последнее время преображаются. Молдаванка и Бугаевка не являются исключением. Наш курс не только курс комфортности обучения в школах. Наш курс городской власти в целом на модернизацию всей инфраструктуры наших так называемых окраинных районов. И важна не только задача обустройства школ. Сегодня строятся новые детские садики. Сегодня ремонтируются поликлиники. Сегодня строятся новые амбулатории. Сегодня ремонтируются дороги. Делается наружное освещение. Это то, чего в данных микрорайонах не было десятилетиями. Первый звонок в новом учебном году прозвенел. И ученики с учителями расходятся по своим классам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...